Замах влево, вертушка пойдет в правую сторону. Замах влево, вертушка вправо и прыжок – одна из самых сложных связок, которую на мастер-классе показала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Здесь в школе спортивного резерва такое не практикуют, работают отдельно над каждым элементом. А тут все в одном. Чувствовать мяч и обруч буквально слиться с предметом – фишка олимпийской чемпионки, которую отметили местные тренеры. А еще идеально отточенная координация, база в связках и владение принципиально новыми упражнениями, например, восьмеркой с мячом на локте. Местные спортсмены признаются – после получения такого опыта им будет над чем работать. Для 16-летней Маши Черкасовой этот мастер-класс – не только показательный урок и знакомство с новыми упражнениями, но и сбывшаяся мечта – встреча с кумиром, за выступлениями которой юная гимнастка следила с самого детства. В спорт ее привела мама еще в три года, но цель стать профессиональной спортсменкой и покорять международные пьедесталы появилась только к 11 годам, как и у самой Маргариты Мамун. А после этой встречи у Маши Черкасовой новая цель – выиграть олимпиаду. Ради таких, как Маша, будущих чемпионок, которые прославят Пермский край, в регионе реализуется проект «Миссия чемпиона», в рамках которого и организован визит Маргариты Мамун. Его инициатор – группа компании «Уралхим» и «Уралкалии». А своей миссией чемпионка называет «Сотни горящих глаз» и новая поставленная цель у юных гимнасток. То, что мастер-класс бесплатный, что «Уралхим» и «Уралкалии» меня пригласили. И Ратмиру огромное спасибо Габдулину, что вот он такую миссию вообще придумал, чемпионов. И я всегда говорила, что олимпийский чемпион – это большая миссия. А сейчас это реализовывается по нашей стране, что очень-очень важно, как мне кажется. Для развития гимнастики в крае планируется оборудовать специальное помещение для тренировок и выступлений юных гимнасток. Проработок у вариантов обсудили также в рамках встречи Маргариты Мамун с главой региона Дмитрием Махониным, министром спорта Татьяной Чесноковой и организатором проектора Адмиром Габдулиным. Один из вариантов расположения такого помещения – зал в строящемся спорткомплексе «Энергия». У нас такое понимание и возможности такие есть, поэтому понятно, что здесь самое главное – высота потолков. Размеры зала сами вмещаются в принципе в обычный игровой зал и в размеры ковра, поэтому планы серьезные. Это очень важно, потому что мы с вами видим, например, как при необходимости достаточного количества для футболистов наша пара сегодня лучше на мировых аренах. Для достижения успехов важно повышать не только качество оборудования, но и уровень подготовки будущих спортсменов. На это в том числе направлен проект «Миссия чемпиона». В четвертый раз в рамках него в Прикаме приезжают известные спортсмены. Сам эффект после каждого спортсмена у нас приток спортсменов, желающих заниматься тем или иным видом спорта в спортивных залах. Для нас это самый большой и самый важный показатель того, что мы на правильном пути, мы все делаем правильно, мы ориентированы на население, на их потребности. Сегодня молодежи нужно давать как можно больше правильных, здоровых, верных ориентиров. В планах организаторов проекта привезти еще 8 спортсменов в разных видах спорта в Пермский край. Ну а завтра мечта встречи с Маргаритой Мамун, как у 16-летней Маши, исполнится и у сотни спортсменок из Березняков и Соликамска.